те кого не видели давно я очень рад что народу никого нет потому что значит проблем таких не существует но тем не менее вопрос был был задан вопрос я решил что на этот вопрос лучше ответить такой презентации и небольшой небольшим спичем где находится вот вся вот эта вот беда которая называется проблема между маркетингом и продажами как объяснить необходимость маркетинга продажникам потому что они колеса на которых едет бизнес они приносят деньги и они не понимают зачем существуют какие-то маркетинговые специалисты что они делают история вопрос она достаточно длинная и касается она не только малого бизнеса но и крупные компании тоже сталкиваются с подобными вопросами где директора по маркетингу просто воюют с директорами по продажам и доходит даже до ненависти между ними до таких межличностных отношениях и хочу обратить внимание что по ходу по ходу презентации вы будете видеть внизу слайдов стрелочки где написано тема и название темы это я таким образом показываю что есть связанные темы которые на которые нужно тоже обращать внимание чтобы не расплываться по всем вот этим вот взаимосвязанным темам я просто делаю отсылку потому что это как бы выходит за рамки нашей нашего сегодняшнего разговора да то есть сама по себе связь между маркетингом и продажами и она находится вот в теме рейджинизм и бизнес-процесс мы на этом останавливаться не будем но тема это тоже должна присутствовать когда вы начнете какие-то процессы по нахождению вот этого самого взаимопонимания или взаимодействия между двумя службами сразу же договоримся о терминах это вообще не только для наших сегодняшнего разговора но и когда вы подойдете уже к решению вопроса о взаимодействии в своей компании вам тоже нужно будет сперва договориться о терминах с продажниками что они понимают под маркетинг и что понимаете вы без этого дальнейшие какие-то шаги они просто будут бессмысленно как правило в малом бизнесе но тоже такое понятие малый бизнес не будем на нем останавливаться но бывает компании там 15 человек на оборот 150 миллионов долларов в год а бывает компания где 300 человек работает и у него 15 миллионов долларов вот обороты какую из них назвать малый тоже непонятно ну так сначала мы должны договориться о терминах и я предлагаю и для наших сегодняшних для нашего разговора и для вашего разговора с вашими продажами использовать вот два таких вот постулат что маркетинг он подтягивает покупателя товару а продажа она выталкивает товар на потребителя они в общем-то делают одну и ту же работу но вдруг с разных сторон понятно что уже уже здесь становится понятным если они не будут между собой взаимодействовать соответственно работа одной из этих служб будет проходить просто пустую либо с очень маленьким эффектом вернемся дальше бесконечно условно что в каких в каких компаниях происходит какие бывают ситуации какие вообще бывают компании здесь я бы хотел обратить внимание на второй пункт вот где человек сотрудник который называется интернет-маркетологом очень модные последние годы на название должности и в общем-то люди выполняют достаточно хорошо работу которую поручено здесь очень сложно объяснить продажникам технические моменты работы каких-то аналитических служб они не могут это не их компетенция и это с одной стороны с другой стороны он интернет-маркетологом особенно если он работает в компании 1 там уже бесконечно синонимично его должность и сел специалисты smm щек он же и контент щек он же email маркетолог он же pr аналитики бренд и вот это все называется очень в очень многих компаниях малых даже средних это все называется интернет маркетолог то собственно говоря тоже ставит определенные палки в колеса самому вопросу взаимодействия между двумя службами поэтому здесь нужно тоже разбираться сперва с этим вопросом кто он человек этот и чем он занимать его функции его задачи и его цели его дальше по ходу презентации меня я привел несколько слайдов справочных где как раз описано что такое функции что такое задачи что такое цели и как это соотносится с должностными обязанностями может быть кому-то это будет и понадобится в работе и в том числе в понимании места и цели и функции того или иного человека в компании или ту или иную жизнь продолжим одна одна из главных проблем непонимание это линейно-функциональный колодец то что вот я говорил чем и крупные компании тоже не отличаются конечно вы надеюсь знаете чем отличается линейная структура управления от функциональной поэтому останавливаться мы не будем это тема смежно это тип организационных структур что здесь что это за колодец такой могут на картинке видно что от владельца либо вот генерального директора через какое-то передаточное звено идет вот несколько колодцев и эти между собой колодцы они не сообщаются и все все весь обмен информацией весь трафик этой информации он происходит через каких-то вот вышестоящих персонажей это одна из проблем вот этого самого конфликта из нее есть несколько выходов первый это потихоньку перестраивать вот эту вот линейно-функциональную систему второй это нужно просто если вы видите что вы не можете ее сломать в силу разных причин а нужно просто уходить из компании потому что вы этот конфликт не сможете в такой ситуации решить никогда у вас всегда останется вот этот вот трафик через руководителя и решение принимается где-то на самом верху это вот очень тяжелый момент и третий третий способ на котором мы собственно говоря сегодня и постараемся остановиться это хорошо поддерживать продаж есть такой термин и поддержка продаж и обеспечение продаж но мы поговорим об этом чуть позже дальше значит что еще важно какому классу так скажем относится тот бизнес которого работ я выделил вот локальный бизнес первый класс на котором с которым работать очень тяжело но это как раз именно то где сосредоточен весь малый бизнес ну и средний этап том числе если посмотрим там на родничную на оптовую торговлю или какие-то семейные предприятия тоже сюда можно отнестись с ними работать тяжело по другим причинам да конфликт между продажами и маркетингом в том числе к вот этому самому колодцу о котором мы говорили раньше здесь структура самого бизнеса зависит от особенности локального рынка от отца от самого собственника и эти компании которые мы называем локальными они большей частью их работа их развитие зависит либо от амбиций владельцев либо от взаимосвязи с какими-то стейхолдерами местной администрации и какие-то другие какие-то силы внешние на которые повлиять практически невозможно и одна из особенностей тоже главное это вот ограничение возможности роста ну вот как например такой вот веселой картинки понятно что вот этот вот этот бизнес которым занимается этот человек он ограничен вот тем что можно как бы обойти его и решить проблему иначе никакой маркетинг и продажи вам в этой ситуации не помогут это уже другая другая категория взаимоотношений между потребителями на поставщиками услуг или товаров на локальных рынках причем обратить внимание локальный может как территориальный так и отраслевой уровень и тоже важно значит вторая классификация 2 2 пас это сателлиты здесь на сложно себе представить ситуацию более чем печальную на примере автоваза но не самого автоваза на примере компании которые являются поставщиком для автоваза в том числе вся эта гаражная экономика которая сложилась теневой вот этот бизнес вокруг самого автоваза и в тольятти вот проблема вот таких компаний это абсолютно не нерыночная гибкость как только а крупный крупный партнер испытывает какие-либо трудности то все что вокруг него происходит она просто автоматически останавливается и и сделать что-либо но тоже не невозможна ситуация и третий 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 класс это компания динамичного развития я в основном буду говорить вот об этом не хотелось останавливаться там на локальных каких-то компаниях либо на компаниях сателлитах там немножко другая ситуация в этом конфликте маркетинге продажи будем говорить вот здесь вот об этих компаниях динамичного развития почему потому что маркетинг все-таки это не про вчера и даже не про сегодня это про завтра и про через год то есть про будущее одна из его главных одна из его главных задач или целей или функций как угодно можно назвать это развитие помогать в развитии в том числе на в конкурентной борьбе как собственно говоря на появится что происходит ну вот это вот дам битве маркетинг я хочу обратить внимание такая забытая область на самом деле она не забыта просто они не говорят это маркетинг направленный внутрь компаний как раз вот проблема а в том числе проблему взаимоотношения между отделами маркетинга и продаж это парадоксально но должна решать маркетинговая служба потому что это направленной внутрь в корпоративную культуру одна из обязанностей или одна из целей работы маркетингового специалиста взаимоотношения не только с продажами но и другими им служим и место не существует а производство может быть какие-то разработчики если это программисты программисты которые делают продукт там тоже должен работать маркетолог с ними с этими всеми инструкторами но парадокс заключается в том что вообще очень интересный парадокс а с одной стороны продажники это специалисты по переговорам на переговорщики умеют умеют манипулировать где надо науки включать различные методики и воронки и так далее и тому подобное с другой стороны с другой стороны маркетолог который собственно особенно в малом там среднем бизнесе тот же интернет маркетолог специалист по коммуникации и когда между двумя этими службами или между двумя этими людьми продавец и маркетолог возникает какая-то конфликтная ситуация мне кажется все таки парадоксально и с одной стороны вроде человек должен уметь коммуницировать и с другой и не могут договориться вот очень интересный феномен итак 3 3 3 3 этапа этого конфликта первый первый этап это эйфория когда это компании такие тусовочные там несколько лет на рынке они заняли хорошую нишу у них есть хороший продукт мы не говорим о компании где там 5-6 человек работает там 2-3 человека ну говорим о компании где уже может быть больше десяти десятки где какая-то выстраивается корпоративная структура я вот об этих компаний у всех эйфория все занимаются продажами все растет всем нравится продажники получают премии переуполнение планов и так далее так далее и здесь маркетологи в том числе а может быть даже его нету в такой компании как выделено специалисты она тем не менее кто-то контролирует какие-то тот же там интернет-маркетинг какие-то вот эти вот моменты у всех эйфория и о качестве о качестве самого лида особо сильно не задумывается постепенно все это да переходит на второй на второй этап когда маркетолог продолжает наращивать вот этих входящих звонков вот эти входящие лиды их становится больше продажи начинают уже в этот момент немножко борчать но они дорабатывают какую-то часть этих входящих лидов до сделки прилагая какие-то совершенно немыслимые усилия потому что уже план нужно выполнять и нужно зарабатывать какие-то премии бонусы ну все все опять довольны вроде бы как продажи все-таки растут так или иначе и наконец-то приходит у нас вот этой самой точке финальной когда продажи уже просто захлебываются в лидах во входящих они начинают уже просто игнорировать какую-то часть уже не не отсеивая не отсеивая каких-то потенциальных клиентов точнее отсеивая потенциальных клиентов они просто теряют и начинается вот этот вот сбой в продажах пытаются решить его различными способами тренингами какими-то интернет инструментами вот на самом деле это просто изначально уже пройдя вот эти вот три этапа конфликта изначально было заложено что на самом первом этапе непонимания и отсутствие общих целей и между маркетингом и продажами почему потому что да это не этот слайд ну ладно мы сейчас я до него долистаю вот почему потому что разное время ожидания результатов если маркетолог готов терпеть год-два-три до достижения какого-то своего маркетингового результата то продажник продажника есть месяц для того чтобы выполнить планы получить премию решается это конечно совместным планированием вторая вторая проблема это распределение обязанностей пройдя вот эти три этапа конфликта мы все равно не можем подойдя к этой точке кипения мы не можем сказать чем занимается маркетинг продажники не могут сказать а соответственно маркетологи они не понимают почему в том количестве лидов которые они предоставляют продажникам они не могут с ними работать здесь очень четко определяют задачи и функции за которые то или иное подразделение отвечает и конечно же это третья стратегия как бы там ни было и второй и третий пункт впрочем как и первый это все равно все нужно делать совместно как бы то ни было но вот об этом об этом как раз логично идет презентация которая сегодня должна была быть вечером она продолжает вот этот вот сегодняшний наш утренний утреннюю встречу но я боюсь что мы ее не успеем но я постараюсь ее тоже затронуть она у меня здесь загружена но вернемся назад немножко назад ну да симптомы в B2C и в B2B я не буду о них рассказывать вы их прочитаете сами хотя на B2B наверное остановлюсь здесь три основных главных проблемы это не целевое не целевое предложение то есть мы не попадаем просто в целевую аудиторию это проблематика уже сегментации на целевую приводит конечно к затовариванию в том числе что здесь важно это не только как бы проблема целевого предложения проблема физического пространства забит магазин и все стоит или склад склады либо был кист не буду подробно рассказывать завод производит зайки вот две модификации дилеры стали отказываться от одной из них что делать вот как раз вот это вот проблема потому что возникло еще из этого не целевого предложения возникли еще и затоваривание то есть они отстали от марк маркетинговой коммуникации отстают от поставляемых товаров товар уже на рынке есть они никто не знает вот и другая другая сторона это дефицит это тогда идет активная реклама активной коммуникации продукты еще нету либо он уже кончился вот и здесь тоже здесь можно вспомнить два кейса это очень древний кейс может быть знаете когда первый директор по маркетингу американец на российском рынке на рынке слетел с должности его сняли за по одной простой причине неправильно оценил объем на целевой аудитории неправильно оценил прокладки женские до использовали нефтяники газовики строители на севере дальнем востоке за уралом как стельки в обувь соответственно возник огромный дефицит и пришлось самолетами все это восстанавливает и о затоваривании тоже очень табачные компании но сейчас немножко ситуация изменилась а когда шло планомерно повышались акцизы на табак перед повышением перед очередным повышением акцизов табачные компании производили огромное количество сигарет чтобы соответственно заплатить более низкий акциз и как только как только прекращалась активная коммуникация с потребителем возникало просто огромное затоваривание и это по всей цепочке откатывалась назад в этом страдали в первую очередь продавцы дистрибьюция продавцы которые не могли выполнить план по продажам в очередном маркетском цикле поэтому здесь это я обратил внимание на симптоматику в B2B это вот три основных существует конечно различные другие симптомы но вот эти вот три они как бы на мой взгляд они самые важные об этом и поговорим подошли теперь значит принцип вот очень интересные может быть вы знаете может быть нет но он здесь очень хорошо проиллюстрирован и именно вот используя вот этот тот принцип мы сейчас постараемся подойти к вопросу о взаимодействии службы маркетинга со службой или департаментом продаж в чем он заключается а ну да еще вот винлоз подход винлоз от это подход который более 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 нам в российской действительности более знаком это игра с таким так называемым нулевым результатом когда мы рассматриваем любой любые переговоры или любое взаимодействие как обязательно должна сторона быть которая выиграет и сторона которая проиграет движение в одном из направлений он всегда увеличивает выигрыш другой стороны и соответственно выигрыш другой но сама наверное вы знаете но я на всякий случай поставил поиск оптимального решения вот на этом этой матрице если если мы еще эту матрицу наложим на диаграмму риск и доходность то уже становится более она понятно например банковские кредиты потребительские они как раз вот живут вот в этой вот самой матрице и там где у нас идет сотрудничество вот этот квадратик это как раз те самые кредиты которые обеспечены и с высокой процентной ставкой там вот это такое сотрудничество между клиентом и банком взаимовыгодное получается что собственно говоря таким образом был предложен вот этот принцип win-win использовать для нахождения взаимодействия между маркетингом и продажами саму 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 модернизацию вот этого свод анализа с применением технологии win-win предложил марат удовлетен наш коллега но он специализируется его специализация это корпоративные знания хотя сама концепция она очень-то довольно таки хорошо ложится и на наш вопрос главное в этом в этом анализе это договоренность между сторонами между маркетингом и продажами то есть этот вопрос на вопрос переговоров то придерживаться какого-то меморандума о вот тех восьми принципах вот как понимающая медиация чтобы было это было добровольно ну и так далее чтобы не возникал конфликт уже на стадии когда вы подходите к решению этого вопроса самым лучшим самым лучшим конечно вариантом это пригласить независимого человека независимого тренера который сможет вот этот принцип принципы принимающие медиации применить но мы как бы говорим о малом бизнесе где у нас таких возможностей нету поэтому либо это будет кто-то из маркетологов либо кто-то из руководителей компании который будет процесс модерировать весь процесс переговоров и дальнейшего нахождения взаимопонимания что же что же мы будем делать ну сам сам вот анализ вы знаете я на нем останавливаться не буду что предложил марат он предложил возьмем вот просто один из квадрантов матрицы мы его разделили вот на четыре части с одной стороны сильные стороны своей работы выписывает служба маркетинга с другой стороны делают то же самое служба продаж и вместе они находят вот из этих сильных своих сторон они находят середину поля это как они могут использовать свои сильные стороны для взаимодействия и нахождения каких-то общих интересов естественно в вопросах в вопросах увеличения прибыльности бизнеса продаж и вопросу развития компании это конечно вопрос совещания именно вот здесь очень важен тот самый модератор о котором я говорил выше который будет использовать вот эти принципы медиации для того чтобы этот процесс переговорный все-таки направлять в нужное русло и еще одно поле еще одно поле это поле как то есть как мы вот эти механизмы найденные взаимодействия можем использовать и либо какие-то варианты решения того или иного вопроса и таким образом вот эти все четыре поля этого самого свод анализа мы собираем итоговую матрицу где наши вот эти вот средние поля взаимодействия сотрудничества по каждой по каждому из квадрантов матрицы мы соответственным образом выписываем и отсюда уже можно конечно на пересечениях уже у нас есть и как мы это будем делать и варианты взаимодействия уже определены вот такой подход к решению вот этого конфликтной ситуации на мой взгляд использовался использовался неоднократно и приводил довольно таки интересный результат компания байер она да фармацевтический гигант она пришла к тому что разделили торговых представителей медицинских представителей и продажников и создали так называемую бизнес юнита где три менеджера отвечают за разные функциональные вопросы и за решение разных задач тем не менее объединив их юнитов они добились впечатляющих результатов и в переговорах в продаже ну конечно не забываем о том что проводя этот свот анализ там тот или иной квадрант мы конечно аранжируем все свои в любой удобной форме там матричной диаграммной либо просто в бальной системе по различным параметрам все сильные слабые и так далее все стороны что еще о чем очень часто забывается либо о чем умалчивается существуют некоторые критерии которые мы не можем однозначно отнести ни к возможностям ни к угрозам ни к сильным ни к слабым сторонам что-то что-то совершенно такое что мы не можем определить куда это отнести тем не менее записывать и использовать такие критерии все-таки нужно и для этого мы добавляем вот эти вот полутона для чего когда мы соберем уже конечную нашу матрицу наших возможностей наших взаимодействий с продажами мы можем всегда посмотреть какие из этих полутонов использовать как их усилить для того чтобы соответственно перевести их либо сильные свои стороны либо усилить найти какие-то иные возможности для увеличения того самого взаимодействия и для нахождения более тесных контактов со службой продаж собственно говоря продажники тоже со своей стороны таким образом могут поучаствовать обязательно